Good evening, с планеты Земля 21 века. Сегодня у нас первый репортаж 23 года, 12 января 2023 года. Всех приветствуем. У нас сегодня 158 год. За два с половиной года наша стратегическая, наша творческая программа «Встреча со звездами 21 века». Джордж Делл на манеже, самой южной точки Германии, встречает вас, приветствует всех. И ждем в гости нашего следующего, 158 гостя. 158 гостя за два с половиной года. Можно посчитать, что, в принципе, чуть меньше, чем неделю или одна неделя у нас один гость всегда есть. Все наши программы в лайв записаны на YouTube. Все наши программы можете найти в любой точке социальных сетей. Итак, ребята, ждем нашего гостя, с которым мы сегодня познакомимся и проведем час нашей творческой программы «Встреча со звездами 21 века». Внимание, внимание, как всегда, мы говорим очень просто. Ахтунг, ахтунг. Итак, 12 января 2023 года, 158 гостя – Борис Шварцман. Я приветствую вас. Добрый вечер. Добрый, добрый. Доброго вечера. Доброго вечера. Борис, прежде чем начнем, видимость, слышимость. Прекрасно, я прекрасно слышу и вижу. Надеюсь, меня тоже видно хорошо. Великолепно. Мы заказали все. Будем надеяться, что так же будет все продолжаться. Да. Здравствуйте, у нас сегодня за два с половиной года 158-й гость. И наш калибр гостей от пяти лет до 94-х лет. Это вот наш калибр гостей, которые у нас колеблются. Творчество абсолютно разнообразнейшее. Я где-то посередке нахожусь в этом списке. Мы примерно в том же направлении. А вот композиторов с таким багажом у нас не было. И вот когда я немножко изучал вашу биографию чуть-чуть, иногда я просматриваю, иногда я учу вот эти вот все нюансы. Потом как-то вот смотрю-смотрю, думаю, на что же меня наталкивает. И меня наталкивает, Борис, на то, что я начинаю читать и учить вашу биографию между строчками. Интересно. Мне тоже стало интересно. Я стал думать, почему же это так? Почему же это так? Почему же это так? И потом дошел до дня вашего рождения. И мне стало все ясно. Да-да-да. Я даже понимаю, о чем вы сейчас будете говорить. Да-да, я очень удивился, потому что я и так плавал, и так плавал. Думаю, ну никак. Думаю, что же вот такое? Вот где-то вот такое хитрое, такое разнообразнейшее. Просто кипящее такое. Ну не может быть. Где-то должно быть что-то спрятано. Итак, ребята, 158-й год сейчас в гостях, где мы его выучили между строчками. И скажите, пожалуйста, как прошел у вас Новый год? Встреча Нового года? Взробно ли за каждый век в отдельности, за каждый год в отдельности? Скажите, пожалуйста. Джордж, ну я должен сказать, что я Новый год работал, и, к счастью, я выступал в этот день. Потому что для артиста, мне кажется, я лет 40 уже на сцене, и елки все-таки, знаете, как святое для артиста. Где-то с 20 декабря по 31 включительно. И сам Новый год, я считаю, что это правильно, это нормально. Потому что потом можно отдохнуть, потом уже наступает некое затишье, поэтому вполне можно поработать. Так что на Новый год у меня были елки. А вот скажите, Борис, вы сказали, что вы работали. Это работа все-таки? Конечно, конечно. Или это удовольствие все-таки, которое доставляет человек? Нет, Джордж, это у меня тот счастливый случай, когда работа доставляет удовольствие. Конечно, любое удовольствие, когда это одновременная работа, она немножко утомляет, когда это часто, много и долго. Но пусть его будет много и долго. Оно не помешает никогда. Ну, хорошо, если у вас были елки. Ну, понятно, что Дед Морозу вы знаете, что это Дед Мороз, это русский Дед Мороз. Может быть, Санта-Клаус английский, американский. Скажите, пожалуйста, Борис, как называется Дед Мороз по-азербайджански? Сейчас, сейчас вспомню. Это Баба как-то. Баба точно помню. А как? Ну, они все Баба. Теперь какой Баба? Везде Баба. В Таджикстане, в Узбекистане, в Казахстане, в Африке. Вот вы меня поймали, мне это непростительно не знать. Ну, что, подсказываю, русское запишите. Шахта Баба. Шахта Баба, Шахта Баба, совершенно верно. Вот я ж крутилась, да. Ну, ничего страшного. Скажите, пожалуйста, Борис, а у вас любимый тост вообще есть на Новый год? Вот именно Новый год ваш какой-то стратегический такой, который вы постоянно, многие годы его поднимаете с друзьями, с знакомыми и так далее, и так далее. Мне кажется, тут все равно момент импровизации всегда присутствует. Нет что-то такого закрученного и специального, так, выпьем же, дорогие друзья, там, что-то такое, да. Нет, традиционно желаешь здоровья, и самое главное всегда, мне кажется, самое главное пожелание, потому что в любом, в любой год несет и много хорошего, и много, к сожалению, нехорошего. Поэтому, по-моему, традиционное пожелание, пусть все плохое останется в уходящем году, все хорошее мы заберем его в Новый год и его усилим в 10 раз. Согласен. У вас было очень приятное, спасибо огромное заранее, приятное приглашение на наш творческий эфир. Чудеса под Старый Новый год сбываются. То есть сегодня 12.01.23, завтра Старый Новый год, и все-таки чудеса сбываются. Я прошу прощения, что перебиваю, это действительно чудеса, потому что вы изучали мою биографию, ну, возможно, да, пробежались, а я пробежал, ну, не могу сказать, что между строчками, я с удовольствием посмотрел, ну, десятка-два, наверное, тех интервью, которые вы брали, и сделал это с большим наслаждением. Поэтому мне крайне приятно и радостно вот как бы сегодня находиться рядом с вами через пространство, через большое пространство, ну, вот. Ну, пока с нами на Инстаграме, я всегда говорю, пока с нами на Инстаграме. Пробиваем зеленый свет, у нас деревьев в Баварии много зеленый, поэтому пробиваем, как говорится. Да, да, да. А у нас в Москве здесь снежно, снежно. Ну, у нас тоже снежно, мы в горах живем, просто в заповеднике, у нас море, реки. Я видел ваши фотографии, красота неописуемая. Сказка, сказка, советую, советую. Мы так и живем, у нас есть специальное путешествие, не буду хвалиться, но мы уже давно его сделали, два года назад, Борис, по следам баварских королей с королевнами. То есть мы гуляем по тропам, по замкам, где когда-то от 150-200 лет назад жили здесь баварские короли. Они знали, где жить, честное слово, честное слово. Я понимаю. Но у меня самое, вы знаете, я, наверное, не оказался, оказался, точнее, банальным. Я был в Баварии, случилось такое чудо лет 15 тому назад. Я приезжал к своим друзьям в Германию, они живут в Дюссельдорфе, и, ну, как-то мы попали в Баварию. Это далеко, это далеко. Ну, мы проколесили там, проколесили, да. Ну, слушайте, но баварское пиво с сосисками я помню до сих пор. Поэтому горы горами, но вот это было, это незабываемо. Ну, смотрите, мы живем, вот если взять нашу округу, все вот маленькие деревушки с городишками небольшие, здесь не наберется 100 тысяч человек, не наберется. И 60 пивоварен частных, можете признать, но они не на продажу делают, они продают только у себя в своих ресторанчиках. То есть, вот немножко такой специфический нюанс такой, чисто баварский. У каждого свои секреты. То есть, итальянцы продают мороженое, у вас на Кавказе продают шашлык по-своему, понимаете, а мы продаем пиво. Да, 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 нет, нет, ну что вы, шашлык это шашлычник, хороший шашлычник, который сделает вкусное люля-кебаб, хороший шашлык это на вес золота, что вы. Это как доктор хороший, да, такое интересное? Абсолютно, мне кажется, в любой профессии. В любой профессии, да. Есть. Окей, первый стратегический вопрос у меня было. Во-первых, от многих вам огромнейшие приветы. От многих, которые друзья ваши, близкие, знакомые, не знаю, насколько близкие, насколько очень близкие, но один все-таки человек не выдержал, написал письменное послание. Письменное послание. Мы его все любим, обожаем, особенно я. Вопрос. Кто в этом мог быть? Может, это вы? Я бы не писал такого. Мне это написали. У меня есть доказательства. Так. Три попытки давайте. Просто спонтанно. Нет, если вы мне дадите три варианта... Да-да, три попытки, пожалуйста. Три попытки. Не ошибете. Не ошибете, ничего страшного. Я не буду гадать, не хочется. Хорошо, подсказываю. Карен это написал. Карен, наш добрый друг, наш замечательный, заслуженный, обожаемый. Только рекламу сделали, и он прям первый просто взорвался с таким кавказским напором. Джордж, это мой друг пищет. Всем привет и так далее. Спасибо. Как всегда. Не, не, ну Карен просто потрясающий. Знаете, я должен сказать, что в общей сложности наверное накопилось порядка... Вместе с песнями, с юморевсками и с песнями ну порядка 20 номеров точно моих, которые я ему написал. И для меня это большая радость. И он читает. Для нас всех это сумасшедшая радость. Когда смеешься, когда наслаждаешься, глядя на вас. Отлично. Просто бриллиантовая работа с обоих сторон. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Борис, скажите, пожалуйста, у вас был первый стих, во всяком случае, так я выучил, в 12 лет примерно. Ваш первый стих. Плюс-минус. Ну плюс-минус, я не говорю даты, плюс пару месяцев. Скажите, пожалуйста, а про что это был стих и почему вы его написали? Вы не поверите, я до сих пор помню, первые мои два стихотворения, это были два перевода. Гейна и Шиллер. Да вы что? Я в школе изучал, ну в обычной средней школе, изучал немецкий язык, и я что-то проникся так, и это были мои первые, первые, так сказать, вирши стихотворные. И я зачитал, они где-то даже у меня лежат, датированные. Ну, по-моему, не 12, может, там было, я не помню, в каком классе было, может быть, это было 12 с половиной. Ну, неважно. Неважно, да. Слушайте, я получил две пятерки. Вот видите. Дополнительно. Что делает Шиллер и Гейнер. Что делает немецкая классика, да? Поэтому учите немецкий язык, да? Да. Интересно. Интересно. Почему у вас все-таки уроки были первой музыки аккордеона, я имею в виду классические? Помимо гитары, я это уберу в сторону пока, вы занимались на аккордеоне. Почему аккордеон? Джордж, случилось следующее. У меня старший брат. Нас трое, Михаил, Яков и Борис. Старший брат наш учился на аккордеоне. Но так получилось, что он не доучился и как-то вот занялся какими-то другими делами. Родители... В курсе аккордеона, да. Да. И поскольку в приличной еврейской семье не было скрипки, но под рукой оказался аккордеон, меня отдали. Аккордеон, я пять лет... Вместо брата, да? Да, 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 да. То есть, ну вот, ну как бы еще, велтмейстер, лежит такой небольшой, красивый велтмейстер. Немецкий опять же. Немецкий, да. Но по тем временам это был очень приличный инструмент. Вот, да. Интересно. Так что вот аккордеон у меня таким образом оказался. Но так и остался. Вы иногда играете на аккордеоне или нет? Я иногда играю, правда очень... Нет, инструмента, к сожалению, нет уже. У меня были несколько переездов. И я как-то уже, когда был очередной переезд, я его подарил просто моему хорошему приятелю. Оставил его на память. Дай Бог живо-здорово будем, если вы посетите нашу Баварию. У нас есть прекрасная парочка интересных частных заводников по изготовлению аккордеонов и баянов. Это просто, это исторический музей, который... Ну, вся фирма, которая есть на белом свете, которая когда-то начинала играть, они также играют. Это очень интересно. Где собирают, посмотреть, как это все делается. Ну, я сейчас, Джордж, я сейчас, наверное, увы, но на таком весьма любительском уровне сыграю на аккордеоне. Я, когда концертирую, когда у меня бывают какие-то елки, я беру с собой потрясающего музыканта. У меня есть такой Володя Дон. Вот, если он вдруг услышит, большой ему привет. Он потрясающий. Точнее, он даже не на аккордеоне, у него баян. Ну, то есть разница между баяном и аккордеоном. Там кнопочные, а там клавиши. И причем у него электробаян, то есть там с басами и со всеми аккордеонами. Мне проще все-таки, хотя я играю на многих инструментах, и на гитаре, и на пианино, на фортепиано. Вот, но мне проще петь, когда у меня руки свободные. Кто-то берет гитару почему-то, ну, вот не почему-то, но так ему больше нравится, комфортнее. А мне надо так жестикулировать, размахивать. Поэтому мне проще, когда я на сцене, быть исключительно с микрофоном. Вы когда сказали жестикулировать, я вспомнил сразу анекдот про дирижера. Закончилась пьеса, и женщина подходит к дирижеру. Говорит, вы так красиво машете руками, так приятно на вас смотреть. А он говорит, я вообще-то не махал, я дирижировал. Она говорит, зато как сексуарен. Есть очень похожая история, с таким небольшим кавказским прононсом. Когда товарищ приехал в Москву, ему говорят, обязательно посети симфонический оркестр. Приедешь и расскажешь. Он приезжает и рассказывает. Говорит, слушай, сидит в зале народ. В зале сидит, вышли 40-50 человек, шумят, что-то там шумят. Вышел оттуда, такой бабочкой вышел. Повернулся, слушай, целый час. Замолчите, замолчите. Тише, еле-еле через час успокоил. Успокоил, да. Потом повернулся, на живого стали цветы кидать. Есть такое. Окей, скажите, пожалуйста, я читал одно, выучил точнее, одно выражение. Ну, по моему металлитетку, хотя я не скажу, что я жалуюсь на русский язык, но иногда у меня немножко, как говорится, сдвигает. Я читаю слова, не понимая, о чем речь. Когда-то вы были автором строевой песни «Своей батареи». Вот для меня это сложно понять, честно говоря. Что это такое двумя словами? Можно? Слушайте, ну вы подготовились, Джордж, вы подготовились. Я же сказал, я учил между строчками. Да, ну смотрите, какая история. Я не знаю, откуда вот все это где-то в Википедии что-то находится, но, видимо, там товарищи берут какие-то интервью порой, потом все это компонуют. Была история. Но, знаете, когда исполнилось 18 лет, я, как, так сказать, приличный, порядочный советский юноша. Джентльмен. Да, пошел, два года служил в армии, в Закавказском округе военном. Да, значит, и попал, значит, в часть, где там, значит, зенитная часть. И написал песню, да, о пушке нашей, боевые. Сейчас, честно говоря, не очень хочется на эту тему вообще как-то говорить, да. Но песня была такая строевая. Дело в том, что я еще в школе был, забивал, и, понимаете, были какие-то там песни. Наш отряд, что-то такое. А там, да, песня про Катюшу и еще чего-то. Интересно. Как бы, да. Была такая песня, я написал, показал, значит, командиру. Ему очень понравилось. Сказал, обязательно надо разучить. В общем, там, ну вот мы ходили и строевым шагом. Понятно. Спасибо большое за объяснение. Очень бриллиантово, великолепно. После этого получилось так, что вы занялись почему-то в училище или в каком-то музыкальном образовании контрабасом. Почему мне контрабас опять вот странно? То есть детство аккордеон, брат на гитаре, немножко вот такое вот все. Вот вы все-таки в самодеятельности и пелись, запевалой были. И песню сочинили строевую такую. И потом раз – контрабас. Почему не фортепиано, не гитара вот что-то модное, а именно контрабас? Все предельно просто, на самом деле. Ну, во-первых, тут две причины. Первая причина – контрабас – это та же самая бас-гитара. Мамяк. Строй тот же самый, только безладовый, да. Вот. И, значит, а самое главное – я поступал в музыкальное училище по классу контрабаса, потому что на эту специальность было мало желающих. То есть если бы я поступал бы на фортепиано или еще на какой-то там инструмент, было бы гораздо сложнее поступить. Вот. А поскольку, во-первых, это было мне близко, я уже тогда были бы очень модны и популярны, наверняка вы помните, вокально-инструментальные ансамбли. Я играл на гитаре и на бас-гитаре в том числе. Вот. И контрабас был мне очень знаком. То есть не знаком, а именно строй контрабасовый, то есть перевернутая… Ну, понятно. Понятно. Но зато, я должен сказать, это была большая школа, потому что на последнем курсе я… Нас, так сказать, приглашали выступать в симфоническом оркестре. Был большой симфонический оркестр при музыкальном училище. А потом я целый год отработал в государственном камерном оркестре. Вот. Переиграл практически… А, так сказать, воно, да? Да. Переиграл очень много классики, и в том числе мировой классики. Поэтому это была большая школа. А представляете, что такое камерный оркестр, когда ты один, когда тебя, вас, контрабасистов, там четверо, предположим, ну, там, в очень большом шесте, 3-4, ты можешь там где-то промахнуться, где-то мимо нот. Между нотами. Да. Между строк и между нотами. Камерными этого нельзя. Там уже наверняка… Ну, вот, поэтому ответил, по-моему, я на ваш вопрос, почему именно контрабас. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ваши первые 10 песен, насколько я понимаю, 10 там, с под названием «Все может быть». Я думаю, тогда уже был фильм, вышел до этого «Не может быть», а у вас было название «Все может быть». Ну, а я не знаю, это перпевные строчки, я, как сейчас помню, это был 1994 год, это мой вышел первый магнитный альбом, точнее, это был кассетный, точнее, альбом, тогда не было обычной, такая квадратная кассета, когда еще не было соцсетей, где, да, 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 нет, квадратная, маленькая… А, квадратная кассетка, да. Маленькая квадратная кассетка, да. Причем я это записывал в городе Краснодаре, куда я переехал из Кировобада в Краснодар, я 8 лет прожил в Краснодаре, прежде чем переехать в Москву, то есть вот у меня таких 3 основных города – это Кировобад, Гянджа, где я родился в Азербайджане, 8 лет прожил в замечательном теплом городе Краснодаре, и вот уже порядка 30 лет в Москве. В Москве, да, в столице? Да. Спасибо. У вас есть какие-то либо ваши определенные золотые правила жизни, которые, вот вы, это вот ваше кредо, вы так живете? Не обязательно их называть? Все-таки вот… Ну, конечно, есть. Золотые правила, ну, господи, какие правила? Я человек не воциркуленный, но то, что там в Библии написано эти 10 заповедей, по-моему, там очень все правильно. Не делай тому… Ну, как это там… Я понимаю, я понимаю. Понятно. Не делай зла другому человеку, если не хочешь, чтобы он тебе это сделал. Вот и все. Ну, вот смотрите, вот говорят, зло убивает само себя, да? Да. А добро? Убивает ли добро само себя? Да. Ой, мы сейчас с вами так плавно перешли в философию. Я не знаю, добро не может, наверное, убить. Добро, оно и есть добро. У меня есть на этот счет песня, для меня очень знаковая, она называется «Большое сердце». «Большое сердце в нем всегда для каждого найдется место, беда других – его беда, а если радость, делим вместе. В большом том сердце для любви открыта настежь дверца, и Бог у каждого в груди, его большое сердце». Благодаря. Поэтому добро, я не знаю, добро, оно и есть добро. Иногда говорят, что добро должно быть с зубами, но возможно это так. Возможно это так. Ну, у вас оно, ваше добро с зубами или по-разному? Время от времени. Время от времени. Я иногда понимаю, что так должно быть, я себя подначиваю и настраиваю на это, хотя не всегда получается. Если вы уже задели вопрос о «Большом сердце», у вас в декабре месяце, не помню, четвертого или какого числа, было мероприятие с вашей книгой, презентация вашей книги. Правильно я понимаю? Да. Она, если мне не изменяет память, также называется «Большое сердце». Правильно? Да. Про что эта книга? Пару слов скажите, пожалуйста. Там вошло 30 моих песен. 30 песен. Значит, я в Питере выпускал эту книжку в Санкт-Петербурге. Значит, на одной стороне текст, слова, стихи, на другой стороне ноты. То есть это музыкальная книжка такая. Там песни и стихи. И частично там стихи, которые не стали песнями. Потому что у меня достаточно много стихов, которые песнями не стали. Все-таки песенная поэзия, она немножко другая. То есть когда ты пишешь какую-то песню, там есть весьма важные специфические моменты. Согласен. Хотя на музыку можно положить все, что угодно. Хоть телефонную книжку. Есть такое. Так многие делают, да? Ну, судя по тому, что сейчас слышно, что там транслируется из эфира, то... Это во всем мире так. Это во всем мире так. Я понимаю, да. Я понимаю. Здесь одинаково. Скажите, пожалуйста, вот в жизни, когда идет какой-то либо проигрыш у вас, вот именно проигрыш, насколько вы сильно расстраиваетесь, насколько вы сильно быстро возвращаетесь опять в коллегу. Вашу скажите, пожалуйста. Невозможно всегда выигрывать. Абсолютно понимаю. Да нет, но... Помните, говорит, ты помнишь, я говорил в прошлом году, что это была у меня так черная полоса. Конечно, помню. Так вот, это была не черная, это была белая. Слушайте, ну, я спокойно отношусь к этому. Я спокойно отношусь. Ну, во-первых, удача, неудача, проигрыши бывают разные. Бывают большие, бывают небольшие. По-разному что-то в жизни случается. Но я понимаю, что под проигрышем вы имеете в виду какие-то промахи, неудачи, ошибки и так далее. Все что угодно. Все что угодно. Жизни, ситуации, музыкальные, какие-то проекты. Я стараюсь вешать занавесочку и идти дальше. Я где-то вычитал про боксеров, что хороший боксер тот, который, не тот, который все время побеждает, а тот, который, нет, если он побеждает, это здорово, но тот, который упал и сумел подняться, это очень ценно. А как у вас со спортом, скажите, пожалуйста? Два раза в неделю, как минимум. Да вы что, серьезно? Недалеко от дома у меня есть фитнес-зал, я хожу так немножечко по дорожке, немножко банькой, так что да. Но пытаюсь держать себя в форме, слушайте. Это важно, это важно, это очень важно. Это важно, да. Более для творческих людей в нашей необычной такой творческой работе, где нет ни времени, ни утра, ни дня, ни завтрака, ни обеда, это очень важный нюанс. Ну, у меня есть спортивный мой друг Герман, он тут живет совсем недалеко от меня по соседству, и вот он, если он... Спортягивая, да? Да, они обещали все выйти в эфир и слушать. Гер, тебе привет большой, да. Если бы он меня не подначивал, ну что там, Борис, идем? Я говорю, Гер, идем. Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, если вы вдруг оказались, хотя это, может быть, редко представить, но все-таки бывает, что вы в незнакомой компании, абсолютно незнакомой, случайно, и вас спрашивают, кто вы по профессии, что вы скажете? Я автор песен, исполнитель. Автор песен, исполнитель. Артист. Я артист, я музыкант, я композитор, я поэт. Я не знаю, там много-много всего. Все он умеет. Окей, поехали дальше. Скажите, пожалуйста, Борис, как вас в жизни страх ведет вперед? Или вел вперед? Или проводит вперед? Толкает вперед? Вот именно страх чего-либо? Не важно, что оно? Я не знаю. Ну, страх никакие. Наверное, страх настолько присущ человеку, что это, наверное, вполне естественное такое состояние. Но другое дело, как мы с этими страхами справляемся. Страхи, они же разные. Страх какой-то неустроенности, страх того, что все конечно в нашей жизни, рано или поздно. Страх того, что может что-то не получиться, страх, что завтра окажешься неудел. Или что-то такое. Ну, вот, ну, как оно? Не знаю, подталкивает ли оно? Но, во всяком случае, ты занимаешься тем, чем занимаешься, стараешься это делать хорошо и качественно. Вот и все. Ну, вот смотрите, рождаются дети все одинаковые. Да, вот так рождаются. Стараются, конечно, быть талантливыми, а вот уходят многими копирками. Так не найдя себя. То есть, кому-то подражает, ну, не важно, на заводе, на фабрике, на сцене, там, космонавт, там, не важно кому. Как вы в этом плане? Вы себя все-таки уже нашли? Или все-таки еще есть какие-то нюансы? Вам понятно? Нет, если считать, что ты себя нашел, ты можешь быть уверен, что ты на этом завершился уже. Все равно, что ты ищешь. Да, абсолютно. Абсолютно. Потому что я все равно что-то читаю, что-то изучаю, что-то слушаю, что-то ищу. Что-то экспериментирую. Даже с теми же песнями, которые уже написаны, я сейчас вот думаю, вот, может быть, что-то взять, переаранжировать. Или сделать в другом стиле, в другом направлении, что-то по-другому. Другое дело, что вы сейчас вот сказали правильную вещь по поводу копирования. У меня был в свое время большой опыт работы в ресторане. То есть, ну, мне кажется, многие музыканты прошли эту школу, да. Я лет 10, наверное, а то и больше в свое время работал в ресторанах и в клубах. И я считаю, что это тоже очень хорошая школа. И коллеги, очень многие коллеги, вот, значит, он поет какого-то певца, там девушка поет Успенскую, она прям ее голосом. Кто-то поет Мишу Шахутинского, он должен обязательно петь как... Один в один, да. Поет Мишу круга, надо, значит. Я говорю, слушай, ну, у тебя же есть свой замечательный голос. Ты же не пародист. Ну, вот спой так, как пронеси ее через себя и спой так, как можешь сделать это ты. Вот. Что касается того момента, нужно ли копировать, не нужно ли копировать, сколько можно искать себя. Себя можно искать до скончания. И, к счастью, я нахожусь в той профессии, что пока я могу держать в руках микрофон и пока могу что-то писать, я буду это делать. У меня на этот счет, если вы не против, есть небольшое стихотворение, там три-четыре стихи. С удовольствием. С удовольствием. Смешались клавиши и медь, там-тамы, струны и слова. Пока живу, я буду петь, я обещаю это вам. Позавчера, сегодня, впредь, таков удел моей души. Пока живу, я буду петь, иначе не умею жить. Осталась, может, только треть на эти звезды и траву. Пока живу, я буду петь. Пока живу, я буду петь, пою, и значит, я живу. Браво. Брависсимо. Грационно. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Спасибо. Такой классический вопрос. Мы не можем видеть мир, как он есть. Мы видим мир так, как мы хотим. Что вы по этому поводу скажете? Это да, это именно так. Это именно так. Ну вот, вы говорите, рождаются человек, и все одинаковые. Ну, наверное, не все одинаковые рождаются. По структуре, может быть, одинаковые, а по количеству серого вещества, наверное, всё-таки по-разному. И кто-то умеет анализировать, кто-то не умеет анализировать. Кто-то понимает, что мир такой, какой он есть, а другой говорит, а он такой, какой я его ощущаю. А потом он думает, а не дай-ка я с другой стороны посмотрю. Может быть, надо почитать там Артура Шопенгауэра или Шнитке почитать. Понимаете? А может, Карла Маркса почитать там и сравнить, кто что писал. Понимаете? Согласен. Если уже остановимся на детях, такой у нас был очень хитрый вопрос задан нам всем когда-то. Когда рождается ребёнок? Очень простой вопрос, очень специфический, но ответов было очень много и очень разнообразно. Когда рождается ребёнок, кому он принадлежит? Ваше мнение. Маме, папе это понятно. Маме, папе там, я это не считаю. Вот немножко лучше. Ну, я сейчас скажу себе, природе, Господу Богу, миру. Кому он принадлежит? Ну, и так далее, да? Обществу. И так далее. И вот один ответ был очень хитрый, самый правильный. Не все правильные ответы, а вот у нас был ответ один. Очень самый правильный. Когда человек уже родился, он уже принадлежит государству. Ой, да. Ой, да. Ой, да. Ну, я был близок где-то там, к обществу. Очень, очень, очень. Скажите, пожалуйста, Борис, вы по себе сами вот эгоисты, всё-таки эгоист эго, с латинского, это я, то есть я. Я понимаю. Вы сами эгоисты по себе. Джордж, если я скажу, что нет, я буду лукавить. В какой-то степени, да. Но в меру, в меру, потому что я, если могу сделать кому-то доброе дело и даже в ущерб себе, я это сделаю. Вот. Ну, мы все эгоисты, потому что, ну, в той или иной степени, ну, что ж тут лукавить и греха, так сказать, таить. Потому что, ну, эгоизм, он движет, наверное, человеком. Поэтому тут нет ничего в этом криминации. Плохого ничего нет абсолютно. Всё, 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 упирается в в размерах. Ну, да. Наверное, скорее всего, в момент действия человека, как он действует, как он себя поведёт, наверное. Конечно, да. Правда и действительность. Насколько разница в этом слове есть? Грандиозная разница. Потому что правда у каждого своя. Вы же помните старый анекдот давний, когда приходят два соседа к третейскому судье, и он говорит, вот он такой, 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 наговаривает на сосед, он сделает то-то, вот, мне надо отсудить. Говорит, да, ты прав, иди. Потом приходит второй сосед, говорит, вот такой, такой, такой сделал, ты прав, иди. Там сынишка бегает, папа, о чём ты говоришь? И этот прав, и этот прав, сынок, ты тоже прав, иди. То есть, у каждого своя правда, а действительность, ну, я не знаю, действительность, она и есть действительность. Хотя тут тоже всё очень, всё очень не без нюансов, скажем так. Без милизмов не обойдёшься, да? О, вот это да, тут без милизматики точно, да. Борис, ваше мнение, быть самим собой, это тяжело сегодняшний день? Я беру на вашу страну, потому что всё-таки у нас разные... Вы знаете, говорит, Рабинович, что у вас по этому поводу, что вы думаете? Вы знаете, говорит, я по этому поводу думаю, вот у меня есть мысль своя по этому поводу, но я с ней совершенно не согласен. Окей. Понимаешь? Рабинович самим собой. Да, да. Дело в том, что быть самим собой это вот одно из моих, наверное, главных кред, креда, потому что если ты не сам собой, ты выходишь на сцену, ты общаешься с людьми. Вот тоже золотое правило, да, в котором мы говорили. Одно из. Понятно, что везде мы разные. Дома мы одни, там в гостях, мы другие с незнакомыми людьми, по-другому там, если кто-то там по социальной лестнице, кому-то там третий, четвёртый, пятый, но тем не менее стержень должен оставаться. Стержень, если он есть, он с друзьями, понятно, ты с близкими, ты один, а с незнакомыми совершенно незнакомый. Как-то может быть, ты несколько по-другому себя внешне ведёшь, но если у тебя внутренняя какая-то пружина стержень существует, то ты всё равно пытаешься оставаться самим собой. И это очень важно, мне кажется. Интересно. Скажите, пожалуйста, вот если взять такой момент, вот достал такой момент, когда вас подводят, вас подводят, это не вы, это не вы, Борис Шварцман вас подходит, вот на человека покажут, вот это вот Борис Шварцман, вот с ним надо идти в разведку. Вот к вам вопрос. Вы с Борисом Шварцманом пойдёте в разведку? Ну, процентов на 90, да. Продевается. Да, да, да. Просто у Бориса Шварцмана тоже бывает разное настроение. Да, но... Ну, приказ есть приказ, уже ничего не сделаешь. Да, да, да. Ты спрашиваешь, сохраним ли мы эфир? Да, все эфиры сохраняем. Ну, тут же как, это же образное выражение, пойдёшь ли ты человеком в разведку, это значит, насколько ты ему доверяешь и насколько ты с ним солидарен, согласен, близок и так далее. То есть, насколько вы комфортно друг с другом чувствуете. То есть, если бы меня послали в космос с Борисом Шварцманом, я бы с ним полетел бы. Тоже разведка. Тоже разведка. Но я имею в виду, что мне бывает достаточно комфортно находиться, я могу долго сидеть быть один. Мне самому с собой не скучно, скажем так. Ну, а в космос полетели бы, да, то есть, проблем нет. Да, не знаю, как насчёт разведки, но в космос полетел. Потому что в космос же тоже... Дело в том, что, ну, я не знаю, я, наверное, никогда не полечу, и вряд ли я не очень жалую высоту, и она меня не очень жалует. вот, но просто я пометую о том, что люди, которые летят в космос, их тоже компонуют, как-то собирают по психологической какой-то совместимости. Вот я о чём. Ну да, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, вот если Бориса Шварцмана закинуть в стаю волков, он вернётся вожаком? Не знаю, как насчёт вожаком, но шестёркой точно не вернётся. Нет, я говорю, о высших позициях. Это очень главное. Нет, я не знаю, не думаю. Хотя у меня есть лидерские качества, я знаю, что они есть, и вот вы вспомнили службу в армии, я окончил сержантскую школу, да, значит, и у меня есть приятель, он адыгейст по национальности, живёт в Краснодарском крае, в городе Майкопе. Он дослужился до полковника специальных войск, и, значит, а я у него был командиром, сержантом, и они, значит, он молодой пришёл, значит, а я что-то там и он до сих пор потом где-то меня нашёл, там где-то в соцсетях в одноклассниках, товарищ командир, я говорю, слушай, какой я тебе командир, слушай, давно забытая история. Не обожает. Да, и ты понимаешь, Лорис Натанович, я ведь благодаря тебе, наверное, и пошёл там по этой... Ну, вот как бы так, ну, поэтому в стае волков я не знаю, я бы не хотел вообще там оказаться, честно говоря. Ну, а мы живём, разве не в стае волков? Вот если брать наше общество... Я не беру, когда уже всё готово на сцене, понимаете? Кто что выбирает? Кто что выбирает? Да, что всё очень непросто, всё очень сложно, и приходится сквозь дебри пробиваться, и как-то там... Ну, я стараюсь не толкаться руками и локтями. Всё зависит от той среды, от той компании, от тех людей, которых ты выбираешь, и те люди, которые тебе близки, с которыми тебе удобно, комфортно общаться, там нет волков. В моём окружении точно нет их. Тогда я задам такой романтический вопрос к вам. Валерий, скажите, пожалуйста, любовь ничего не имеет общего с отношениями. Любовь – это состояние. Ваше мнение? Ну, да, наверное, так. Наверное, так. Но любовь, она... Господи, любовь – это состояние или отношение? Отношение – это отношение, любовь – это любовь. Хорошо, когда любовь и отношение совпадают. Вот. Ну, вот смотрите, такой классический музыкальный, опять же, романтический вопрос. Вы сочиняете песню про любовь. Естественно, у вас в образе женщина или она есть, или она в образе только. И вот я когда-то прочитал, что, если неважно, человек пишет музыку, писатель пишет какую-то книгу, или поэт пишет какое-то стихотворение, художник рисует картину, всё-таки того, той любви, которой он желает, даже если она есть, её он не может достичь, хотя он пишет для неё. Так ли это у вас? Или нет? Наверное, да, во многом это так. Я скажу, что вот из огромного количества песен, что я написал, а их у меня порядка 200, только уже, как бы, они есть в альбомах, да? Вот меня спрашивают, у меня есть песни, одну это будет. Одну это, кстати, у меня есть рядом гитара, если надо быть, я могу что-нибудь спеть. Пара корна давайте. Давайте. ну, вот есть у меня песенка. Давайте. Ну, что же, зря у меня там. И вы скажете, как ты мог написать такую песню, это точно ты кому-то посвятил? А гитара не видно, да, так, наверное, что-то было? Видно-видно. Как долго я тебя искал, и год за годом пролетел, снегами на моих висках уже отметила сметель. Уже отметила сметель, и как награда мне сейчас, твои улыбка и глаза, тебе готов я в сотый раз, тебе готов я в сотый раз, сказать, «Одной тобою я живу». «Одной тобою я дышу», «И не во сне, а наяву твою ладонь своей держу, «Одной тобою я живу», «Одной тобою я дышу», «И мне не бил весь белый свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет». Великолепно. Дрин-дринь. Восемь. Меня спрашивают, ну кому же ты посвятил? Слушайте, может, собирательный образ был какой-то. Все-таки фантазия была такая? Конечно, разумеется. Больше того, скажу, я целый ряд песен написал под заказ. То есть вот мне, причем, вы не поверите, хотя это достаточно обычная практика, у поэтов написаны женские истории. Да что? То есть, ну вот, женщина мне рассказала свою историю. Было, надо было проникнуть, надо было вникнуть, войти, как ты мог это сделать. Или вот какую-то историю человек рассказал, а ты проникся, все это зарифмовал, сделал музыку, написал. И вот, то есть, тут, наверное, какое-то какое-то такое, может, своеобразное мышление. Ну, подсознание, срабатывает, где-то, накручивается. Ну да, 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 да. В этом, простите, за нескромность мои гениальные способности. Как это в какой-то книжке было написано, я человек по природе скромный, но ваше непредвзятое мнение о моих гениальных способностях выслушаю с большим удовольствием. Да, да, есть такое, да, да. Спасибо огромное. Борис, скажите, пожалуйста, как часто женщины признаются вам в любви? Да по-разному, по-разному. По-разному признаются или не признаются? Не, я не думаю, что прям так напрямую, но вот у меня есть свой YouTube канал, кстати, призываю их заглянуть в YouTube. Я смотрел, я смотрел. Да. И многие пишут там в комментариях, какие песни, боже мой, там что-то там, может быть, в любви объясняется и что-то такое. Да. Только полный вперед. Только полный вперед. Борис, следующее выражение, два точнее. Первое, чтобы подняться, хорошо подняться, надо упасть. Как вы думаете в этом плане, что? Как, может быть, вспомнить того боксера, как вы говорили? Чтобы хорошо подняться, надо хорошо упасть. Чтобы подняться, надо все-таки упасть. И упасть надо хорошо. Да, Бог его знает. Наверное, у каждого по-разному. Кто-то может упасть и так уж убиться, что и не поднимется. У кого-то не хватит силы воли. Помните, и сила есть, и воля есть, а вот силы воли нет. Кто-то упал и дальше начал падать, а кто-то упал и разозлился, и поднялся. Я, кстати говоря, себя очень часто ловлю на этом, что у меня иногда спортивной злости не хватает. Не хватает. Не хватает. Нет. То есть, я понимаю, что надо там разозлиться, что-то сделать. Иногда думаешь, ну, идет, пусть идет, как идет. Наверное, будем жить медленно. Будем жить медленно. Если будем, это у Карена, кстати, если вы долго живете, ведь нет, мы просто медленно живем. Есть такое. Скажите, пожалуйста, Борис, есть официально 12 версий, доказанных официальных версий о создании человека. Мы знаем буквально парочку там от обезьяны, там, может быть, там с космоса. Ваша версия есть какая-то определенная? Вы об этом задумывались? У меня нет версии. Я могу предположить, но я уже как-то сказал по поводу того, что мне сложно представить. Ну, сейчас я, может быть, какие-то крамольные мысли выскажу по поводу то, что нас всех создал, создал Всевышний, да, кто-то говорит, что это был большой взрыв, кто-то сказал, что это эволюция, и Дарвин, вот. А может, это действительно что-то с космоса привнесли? Ну, у меня нет своей версии абсолютно, потому что я допускаю все, я допускаю все, на самом деле. Понимаете, понимаете, хорошая музыка, в любой песне, да, со всеми людьми. Не, ну, понимаете, я не был, вот я могу пощупать, у меня вот тут кружка, да, с кепетой, вот очки тут у меня, вот я вешу это очки, я вот надел, и я, кстати, могу тоже. Я гораздо лучше вас вижу. А вот, слушайте, тут даже нам пишут что-то, Лариса пишет, Борис, браво, как всегда, великолепен. Спасибо большое. Слушайте, нам оказывается тут... Пишут, 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 еще как пишут. Да, спасибо. Поехали дальше, иначе это будет надолго, Борис. Сохраним ли эфир? Конечно, сохраним. Я потом даже попытаюсь всем поотвечать. Вот, мой дорогой Володя Бородин тут мне поприветствовал. Володя Бородин, это ресторанчик Кабзарь у нас есть. Я могу сделать маленькую рекламу? Конечно, обязательно. Это даже не реклама, это просто мое, так сказать, доброе отношение. Там проходят концерты в этом ресторанчике. Вот. Вы знаете, Джордж, вот есть фэшенебельные рестораны, кафе, рестораны какие-то, да? Их очень мало, вот сэд. Но, вот ресторан Кабзарь, где проходят концерты, я не могу его назвать фэшенебельным. Но там настолько душевная обстановка, да, замечательная компания собирается, что туда хочется, хочется ходить. Вот. Я уже не говорю про фирменную хреновуху, которую вот вы меня пригласили на баварское пиво, а я вас приглашаю, если Бог даст, вы попадете сюда, я вас приглашу в ресторан Кабзарь, и мы с вами выпьем по чуть-чуть, я небольшой поклонник, но по чуть-чуть хреновушки, вам наверняка понравится. Мы лучше хорошо покушаем, да это будет лучше. Скажите, пожалуйста, Борис, популярность, приятное, это понятное явление, а насколько она опасна? Ну, мне это, мне на самом деле на данный момент точно не грозит, если речь идет обо мне. Про таких, как я, говорят, широко популярен в узких кругах. Может быть, мой узкий круг достаточно широк, да, понятно, что, но у меня нет такой громкого имени, как, скажем, ну, на ночь не хочется произносить, да, наших супер-мегазвезд, ну, можно просто догадаться. Вот, но мне кажется, популярность, с одной стороны, это хорошо, это замечательно, это популярность играет на гонорар и на чистоту твоих приглашений тебя на какие-то мероприятия или на концерты. Вот, знаете, как есть такая шутка, значит, концертный директор одного артиста звонит в соседний город организаторам концерта и говорит, скажите, а на моего артиста билеты продаются? Он говорит, да, продаются, но не покупаются. Понимаете? То есть, популярность, она играет вот на это. Это хорошо, когда тебя знают, когда к тебе подходит фотографироваться. Хотя я знаю некоторых артистов, которые настолько уже их популярность заела, хотя артист должен понимать, что если человек подошел к тебе после концерта сфотографироваться, это часть твоей профессии. Есть такое. Да. Есть такое. Скажите, пожалуйста, если бы уже говорили о том, как создан человек со всеми всякими космическими делами Дарвином и так далее, и так далее. Есть такая очень хорошая маленькая история с вопросами. То есть, представим о том, что Всевышний сделал нашу землю, горы, реки, озера и так далее, и так далее, и так далее. Было все хорошо, интересно, весело. И подходят животные когда-то они к Всевышнему и говорят, слушай, ну вот нам всем хорошо, вот мир радуется, солнце становится, все хорошо, все великолепно. Вот кого-то, чего-то не хватает на белом свете. Давайте что-нибудь вместе придумаем. Мы вместе хорошо придумали, подумали, и Всевышний сделал Адама, нашего первого Адама, нашего первого Дарвинета. Все опять радуются, празднуют, там месяцами и так далее, и так далее. Проходит какое-то время, опять подходят животные все и говорят Всевышний, слушай, мы все радуемся, мир радуется, цветочки радуются, море шумит, а вот смотри, Адам сидит и скучает. Давай что-нибудь еще придумаем. Думали, 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 и тогда по, ну не знаю, по сказаниям, Всевышний взял там шестое, восьмое ребрё, справа, с левого, там стороны, неважно, и сделал прекрасную, великолепную женщину, которой мы сегодня наслаждаемся. Вопрос такой, классический, творческий. Если бы это было не ребро, Борис, какую бы часть тела взял бы Всевышний, чтобы сделать великую, красивую женщину? Ничего, кроме ребра, в голову не приходит. Хорошо. Слушайте, Джордж, ну как я могу обсуждать дела Всевышнего? Если он решил ее сделать из ребра, значит, так надо было и никак иначе. Там очень много версий, потом говорят, что он добавил туда дождя, вихря, солнечных лучей и еще чего-то и сказал, вот тебя, наслаждайся и мучайся одновременно. Хорошо, та же история, Борис, та же история, абсолютно новообратный вариант, и Всевышний первый сделал Еву, а потом сделал Адама. Вот какую бы часть тела взял бы он с Евы, чтобы сделать Адам. Чтобы Адама сделать, не знаю, большой палец. Принимается. Первое, что многие вот так вот. Скажите, пожалуйста, Борис, а вот наша земля все-таки рай? Наша земля местами, местами рай, местами нет. Местами да, местами нет. Рай там, где хорошо, где светло, тепло, чисто, уютно, где рядом близкие, родные. Там и рай. это Бавария. Это Бавария. Это Бавария. У нас был один министр, очень большой, когда они в Баварии были, он сказал, увидеть Баварию, это кусочек счастья, а оставься жить там, это действительно настоящий рай и счастье. Я вот желаю каждому действительно посмотреть, насколько красиво, интересно, необычно и просто у нас в Баварии. Помимо пива там и так далее, и так далее. Детальный вариант. Скажите, пожалуйста, цифра 3600, Борис, это большая цифра или маленькая цифра? 3600. Вы помните, говорит, Моня, сколько будет дважды два? Говорит, а мы продаем или покупаем? Все зависит от того, с какой целью и под каким подтекстом контексте. Да, 3600, но это не маленькая цифра. Я хочу сказать, что 3600 секунд прошло, пробежало, полетело, это вам решать. В любом случае, мне было приятно с вами. Очень, очень. Это взаимно, Дёж, это взаимно, спасибо. Я очень надеюсь, что друзья, товарищи, знакомые и незнакомые, которые сегодня были вместе с нами, им тоже было нескучно. Ваше до свидания народу на планете Земля, пожалуйста. Я хочу пожелать всем добра, счастья, удачи, мира, тепла, любви. Красоты. Умейте наслаждаться, оценить мгновение. Будьте в ладу с миром и самим собой. И почаще встречаться в нашей сказочной Баварии и в ресторанчике Кобзарь. Кобзарь. Кобзарь, спасибо большое. Есть идея сделать ресторан Кобзарь в Баварии. Запросто, запросто. Только было бы желание. Только было бы желание. Борис, мне очень было приятно с вами поговорить. Спасибо, это взаимно. Это взаимно. С нашей 158-й звездой сегодняшней. Если мне позволите, я угадаю самый счастливый день в вашей жизни, если вы мне позволите, прежде чем скажем до свидания. Можно? Да. Борис Шварцман, который сегодня у нас был в гостях, 158-я звезда. Борис Шварцман, ваш самый счастливей день в жизни еще впереди. Гениально. Гениально. Я желаю вам удачи, хорошего настроения. Остаемся на связи. Джордж, если у нас есть еще буквально 10 секунд. Давайте быстро. нам в самом начале сказали про день рождения, 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, чтобы понимали. Мы сказали, мы намекнули. Да, но чтобы понимали, да, вождя мирового пролетариата. Всем добра и счастья. Спасибо. Спасибо. Очень приятно за творческую встречу. Спасибо. Всем привет. Кобзарь обязательно тоже. Чао. Есть. Принято. Все хорошо. Чао. Продолжение следует...